Сейчас мы ситуацию в городе и в области обсудим с Александром Толоконниковым, начальником пресс-службы Херсонской областной военной администрации. Александр, здравствуйте. Мы, как всегда, рады вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, первый вопрос напрашивается сам по себе. Что сейчас происходит в городе, учитывая то, какие обстрелы были утром? Ну, сейчас снова слышим взрывы. Утром обстреливали Херсон, как и область. К сожалению, снова есть раненые. Как вы уже сказали, на острове трое человек попали под обстрел. Получили раненые разные степени тяжкости. Получается, там 40-летний мужчина, 50-летний мужчина и 60-летняя женщина попали под этот обстрел. Их госпитализировали. Также обратился за медицинской помощью еще один человек из Днепровского, который получил ранение днем ранее. И уже вечером оккупанты снова продолжили обстрел авиабомбами Переславского района. Снова сбросили 10 управляемых авиабомб на Переслав. Большие есть разрушения, больше 30 домов, школа. Получается еще здание районной администрации. Дом быта. Возле дома быта находились две женщины. Получили ранения осколочные, забрали их медики в больницу. Также сгорели две служебные, два служебных автомобиля. Пока сейчас вся информация о разрушениях и пострадавших. Также еще две такие бомбы сбросили на село Веселое, на Махаховской громады. Там пока нет информации о пострадавших и о разрушениях. Александр, есть информация о том, что на временно оккупированных территориях Левобережья Херсона идет активная вербовка, мобилизация в российскую армию. Вам вы можете это подтвердить, опровергнуть и детально об этом рассказать? Да, так и есть. Это уже не первый месяц. После окончания их фейковых выборов они начали активно продвигать эту идею. Но самое интересное, что предыдущие они тоже набирали добровольческие батальоны. Мне очень долго из генической районной администрации поступила эта информация. Очень долго набирали батальон, еле его набрали. Отправили на, вроде бы как коллаборантов, отправили на запорожское направление. И никто не вернулся. Оттуда получили все уведомления о том, что, к сожалению, либо без вести пропали, либо погибли. Ну, к сожалению, родственникам. Но мы понимаем, что куда их отправляют, как мясо, то ли разминировать ими минные поля, то ли еще каких-то целей. Ну, в общем, не вернулся никто. По нашей информации, кто нам дали. Поэтому прекрасно видим, даже коллаборанты не особо желают идти воевать за оккупантов. Потому что все понимают, какое отношение будет к ним. Но все равно активно идет пропаганда о том, что в русской армии большие зарплаты, в русской армии полное обеспечение, нечего бояться, будут охранять какие-то там объекты безопасные. Но уже этому никто не видит. Но мобилизация активно, по крайней мере, еще не ловят, не вручают повестки, но зазывают, но их бывает, конечно, уже и повестки выдвигнуты. То есть, когда люди приходят, они поставили обязательное условие при получении паспорта, надо встать на воинский учет. Соответственно, воинский учет не проходит комиссию, и там их активно мобилизируют. Таким образом, насильно были несколько случаев уже известны. Ну, не насильно обручение, и поехали в одном автономии, поехали дальше. Но я думаю, что эта ситуация будет отрубляться. У нас осталось буквально полторы минуты эфирного времени. Короткий вопрос, если можно, короткий ответ. Как обстоят дела с эвакуацией людей с территории Херсона и Херсонской области? Сейчас действует обязательная эвакуация с 34 населенных пунктов, которые по берегу Днепра, в которых действительно очень опасно. Прежде всего, эвакуация с детьми обязательно. Сейчас уже вывезли 400 детей с семьями. Продолжается эта работа. Вообще, за период с момента деоккупации Херсонской области, в правообережной 32 тысячи людей выехали за пределы области, воспользовавшись бесплатной эвакуацией. Из них это 1500 детей. Александр, спасибо вам большое за то, что присоединяетесь к нашему эфиру и рассказываете о том, что происходит в Херсонской области и в части временно оккупированной Херсонской области. Александр Толоконников, начальник пресс-службы Херсонской областной военной администрации. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok